Это, наверное, один из главных моментов, которые выдвигают христиане в плане морали против мусульман. Это то, что касается возраста замужества Айши. И прошу прощения, если я своими словами как-то задеваю тебя. Всё в порядке, всё в порядке, не волнуйся. Ты очень уважительный, я оценю это. Я совершенно не обижаюсь. Так что не беспокойся об этом. Как бы ты ответил на мораль возраста Айши? Для меня это просто вопрос. Когда кто-то спрашивает меня, женился ли пророк Мирьяму на Айши, в этом конкретном возрасте, я отвечаю «да». Потому что для меня это что-то нормальное. По моему мнению, человек, который делает утверждение, это человек, который должен объяснять, почему это аморально. Итак, с исламской точки зрения, наша мораль берет своё начало в Коране. И брак пророка с Айши не противоречит учению Корана. То, что произошло, произошло по обоюдному согласию. Это произошло с согласия её отца. Она жила 50 лет после пророка Али, и саляту вассалям. И после пророка она не выходила ни за кого замуж. Она никогда не говорила плохо о пророке Али, и саляту вассалям. У неё были все шансы сделать это. Если бы она подвергалась насилию или чему-то в этом роде, как они пытаются это выразить, верно? Дело в том, что с нашей точки зрения, как мусульман, у нас нет никаких проблем с этим. Потому что мы не чувствуем необходимости оправдываться. Лично я. И я думаю, мусульмане должны быть такими. И именно поэтому я советую братьям и сёстрам мусульманам ничего не оправдывать. Почему я должен оправдывать что-то, что не является чем-то неправильным? Но когда кто-то приходит ко мне и говорит «это неправильно», тогда он должен предоставить мне свои моральные доводы. Если этот человек христианин, как ты сказал, то для христианина вопрос заключается в следующем. Какой возраст вступления в брак указан в Библии? С точки зрения христианской Библии, я не знаю. Я так и не исследовал это полностью. В этом-то и дело. В Библии нет ни одного стиха, который бы указывал на брачный возраст. Ни одного. Итак, Библия не говорит о возрасте вступления в брак. Номер один. Номер два. В Библии Ребекка выходит замуж за Исаака в возрасте трёх лет. Ей было три года. Говорят, это был брачный контракт между ней и Исааком, верно? И раввины признали это. Это не то, что отрицали бы раввины, но христиане будут отрицать. Они будут отрицать, потому что Библия утверждает, что Исаку было 27 лет. Есть расчёт. Есть расчёт. Но если принять во внимание недопонимание как фактор, более вероятно, что ей могло быть от 12 до 14 лет. Поскольку Авраму потребовалось много времени, чтобы учиться. Но кто бы... Нет, есть расчёт. Я могу отправить тебе позже. У меня есть расчёт. Между 90-летним возрастом Сары и 100-летним Аврамом, Исаак родился в 100 лет. Точно. То есть ты исследовал это? Да. Итак, я хочу сказать, что не имеет значения, как мы с тобой это понимаем. Получатели текста — еврейский народ. Как они это понимают? Одни говорят «да». Она в этом возрасте вышла замуж. И они говорят, что в их законах нет ничего, чтобы запрещало бы такой брачный договор. Так что почему же христианам не проявить последовательность и не последовать евреям? Верно? Забавный факт для тебя. Да. Я уверен, что в твоём арсенале есть опровержения. В 1880-х годах, менее 200 лет назад в Америке, в 37 штатах возраст согласия составлял 10 лет. Верно. Позволь мне ещё больше тебя удивить. Делаверу на тот момент было 7 лет. Я знаю. И не только это. Позволь мне сказать кое-что. В Англии ты говорил про США. А что насчёт Англии? То же самое происходило в Англии в 19-м или 18-м веке. Если ты прочитаешь книгу, написанную Сэром Уильямом Блэкстоуном... Сэр Уильям Блэкстоун был юристом. Если ты будешь изучать право в Оксфорде или Кембридже, то там обучают его книгам. Оксфордский университет — это место, откуда я взял большую часть своих исследований. Хорошо, хорошо. Есть книга, которую он написал, называется «Комментарии к британскому праву». Или «Комментарии к английскому праву». Или что-то в этом роде. Или «Закон Англии». Верно? В этой книге, если ты откроешь 110-ю страницу, если я правильно помню, он конкретно говорит о возрасте вступления в брак. Знаешь, что он говорит? Он говорит, что женщине можно выйти замуж в возрасте 7 лет. И она имеет на это права. Он говорит о законе страны. Он не говорит о своем мнении. Он говорит о законах Англии того времени. Именно это и практиковалось в стране. И дело в том, что мы не можем основывать свои утверждения на заблуждениях, верно? Как презентизм, применяя сегодняшние стандарты и ценности. Современных молодых женщин, их ум, их воспитание, их социальную жизнь, как долго они проживут, ожидаемую продолжительность жизни. И мы сравниваем это с прошлым, с тем, как обстояли дело в пустыне 1400 лет назад. Это заблуждение называется презентизмом. Это применение сегодняшней морали к прошлому. А если вы посмотрите на продолжительность жизни в прошлом, по мнению западных историков, они скажут вам, что она составляла от 30 до 35 лет, или около того. В то время, если бы продолжительность жизни, допустим, было 30 лет, мы спрашиваем, в каком возрасте он должен жениться. Они скажут вам 18. Ладно. Они жениться 18, и она рожает в 20. А потом, 10 лет спустя, родители умирают. Может ли такое общество продолжать свое существование? Нет, это никогда не будет продолжаться. Поэтому мы не можем применять подобные сегодняшние стандарты к прошлому. И именно поэтому в прошлом вы никогда не встретите никого, у кого были бы проблемы с браком пророка, алей-саляту вассалям. Я говорю, 100-200 лет назад вы не найдете ни одного человека, ни мусульманина, который бы говорил об этой идее, который бы критиковал пророка. Потому что это было хорошо известно. Но никто не критиковал его цвета, потому что таковы были обычаи народов 200 лет назад. Верно? Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Итак, сегодня, когда некоторые страны меняют законы, и они говорят, и когда кто-то приходит ко мне и говорит, что это неправильно, я говорю, ладно, какой возраст? Каков правильный возраст? Он говорит 18. Я говорю, почему 18? Если ты поедешь сегодня в некоторые страны, там 16. Если ты поедешь в Италию, там возраст согласия 14 лет. Если правильно помню. Кстати, они говорят, что это согласие на половой акт, но выйти замуж нельзя. Что забавно. Ты достаточно взрослый, чтобы вступать в половой акт, но недостаточно взрослый, чтобы вступать в брак? Почему? Верно. Да, это полная нелепица. Я верю, что в Калифорнии, сегодня в Калифорнии нет возраста. Вы можете вступить в брак в любом возрасте с согласия родителей. Вы можете найти это сегодня в Калифорнии, США. Оставь другие страны. Да, но они, вероятно, будут утверждать, что человеческая мораль, вероятно, не позволит этому случиться. Но мораль людей из США позволяет этому случиться. Это то, что я пытаюсь донести. Если это ваши люди, если это так, Калифорния точно не мои люди. Нет-нет, я говорю это людям, которые выдвигают этот аргумент. Я не имею в виду тебя. Я говорю людям, которые выдвигают этот аргумент, говоря... Я имею в виду, что это жители Запада, из числа которых ты являешься. Это люди, которые, по их мнению, обладают лучшими ценностями. Обычно они так говорят. Они говорят, смотрите, Америка продвинутая, прогрессивная, мы любим Америку и то, и это. Хорошо, такова мораль Америки. Так что вам следует сначала разобраться с проблемами своей страны, прежде чем говорить о ком-либо еще. Но, как я сказал тебе, вопрос должен начинаться с того, что мне не нужно ничего обосновывать. Вот как я на это смотрю. Мне не нужно оправдывать ничего исторически известного. Исторически с этим нет проблем. Только идиот, не изучавший истории, мог бы возразить против такого брака, потому что он не знает, как обстояли дела в прошлом. Он не учился, у него нет знаний, верно? Поэтому, когда кто-то приходит с этим вопросом, я просто возвращаю его к нему. И задаю вопрос, откуда ты берешь свой моральный компас? Да, ты понимаешь, о чем я говорю? Если ты сейчас утверждаешь, что мой порок сделал что-то неправильное, или в исламской истории произошло что-то неверное, сейчас ты должен принести мне свои доказательства, основанные на объективной морали, подтверждающей что-то неправильно. Если ты христианин, и в твоей книге не указан брачный возраст, почему ты приходишь и рассказываешь мне о браке, «В таком возрасте можно жениться, в таком нельзя». У тебя вообще нет морального компаса и ссылок. Это означает, что ваша Библия подходит для любого возраста, потому что у нее нет ограничений. В исламе же, в этом вся суть ислама. Почему ислам совершенен в этом вопросе? Потому что ислам не дает тебе определенный возраст. Ислам не дает возраста. Ислам дает критерий. И поскольку ислам знает, что женщины разные, и они взрослеют по-разному, и разные женщины созревают в разных ситуациях, ислам дает критерий, который подходит для всех женщин. Итак, критерием является принцип, выдвинутый пророком, алейхи саляту ассалям, «Ля дарара у ля дырар». Недопустимо причинять вред никому не себе. Хорошо? Так что мы используем этот принцип, что, смотри, нельзя жениться на молодой женщине или на старой женщине, даже на 90-летней. Если в этом есть вред, жениться на ней нельзя. Так что дело не в возрасте, а во вреде. Итак, ислам запрещает вам вступать в брак с кем-либо, кому вы можете причинить физический, психологический или иной вред. Теперь, кто определяет, готова ли девушка физически? Это хорошо известно. Если она достигает возраста полового созревания, то она готова физически. Это единственный знак того, что она готова. А психологически, кто может определить это? Люди ее культуры. Люди, специализирующиеся в этих областях психологии, они могут сказать, «Хорошо, она готова в этом возрасте» или «Она не готова в этом возрасте». А еще у семьи есть очень резкое мнение. Ни одна семья не станет просто отдавать своих детей, как скот, верно? Да. Они посмотрят на своих детей и поймут, когда они готовы, а когда они готовы. И девушка не может выйти замуж без разрешения своего воля, своего опекуна, которым будет, например, ее отец. Да. Таким образом, вы не можете просто жениться на молодой девушке, если просто хотите на ней жениться. Нет, необходимо разрушение родителей. А родители, в общем, заботятся о своих детях больше, чем кто-либо другой. Потому что некоторые приходят и говорят, «О, вот этот родитель, он не такой». Нет, мы говорим «в общем». Да. В целом, родители заботятся о своих детях. Итак, Ислам дает вам совершенное правило. Нет вреда. Итак, теперь мы посмотрим на разные страны и на то, как быстро взрослеют девушки. Например, в жарких странах люди физически взрослеют быстрее, чем в холодных. Есть исследования касательно этой темы на рыба. Например, если повысить температуру, они растут намного быстрее. Хорошо? Они растут быстрее, но останавливаются. А те, что растут в более холодных странах, они растут больше, но медленнее. Верно? Вот что показало исследование. Они растут быстрее, поэтому они быстрее достигают половой зрелости, и их физические тела растут гораздо быстрее. Верно? Затем переходим к психологическому аспекту. В прошлом не было таких понятий, как детский сад, начальная школа, средняя школа и вся эта ерунда, которую мы знаем сегодня, которая ограничивает детей с другими детьми, чтобы они не росли. В прошлом дети общались и имели дела со взрослыми. Торговали, покупали и имели дела со взрослыми. Они общались со взрослыми, и им было легче психологически повзрослеть. И они уже были готовы. Когда девушка достигала брачного возраста, она уже женщина и готова выйти замуж. Это была концепция, это было понимание. Именно поэтому Айша, да будет доволен ей в Аллах, она была обручена еще до пророка, до того, как обручиться с пророком. Правильно? Да. А одна из его жен, которая была София бен Тухия бен Тухтаб, ее отец был главой еврейского племени Бану Надыр. Он был вождем одного из главных еврейских племен. Его дочь вышла замуж в 10 лет. Не за пророка, а за кого-то другого. Таковы были обучия, такова была культура. Вот как все происходило. Женщина, когда достигала возраста половой зрелости, она уже была зрелой. В то время была низкая продолжительность жизни. Женщина выходила замуж, и у нее появлялись дети. И она продолжала жить своей жизнью. И именно так жили общество всего 100-150 лет назад, до того, как люди начали приводить эти цифры и не соглашаться друг с другом. То, как я вижу мораль этого, еще в шестом веке средняя продолжительность жизни составляла от 35 до 40 лет. Люди женились 6, 7, 8 и 9 лет. В 10 лет ты уже прожил четверть своей жизни. Да, верно, верно. Это совсем не похоже на сегодняшний день. Вот что я говорю тебе. Даже если вернуться на 1400 лет назад и того больше, продолжительность жизни была меньше. Был низкий уровень жизни. Поэтому продолжительность жизни была маленькой. Итак, если посмотреть на это с этой точки зрения, все эти люди, которые приходят с этими утверждениями, просто не образованы. И то, что мы делаем, так это отвечаем, обучая их этим вопросам, говоря, послушайте, у вас есть проблема, поэтому вы должны провести рациональное обоснование, чтобы показать мне, почему это проблема. Это вы утверждаете, а не я. Вы говорите, что это аморально. Мне не нужно ничего предоставлять и ничего обосновать. Это мое убеждение. И это исторически достоверно. Но вы просто не провели исследование. Так что, если вы утверждаете, что в этом есть проблема, приходите и обоснуйте. Скажите мне, почему в этом есть проблема, верно? И пророк, алейхиссаляту вассалям, женился на нескольких женщинах. И Айша была единственной девственницей среди всех его жен. Все они были вдовами, либо разведенными. Этот человек не искал женщин. Он не искал специально молодых женщин, как вы хотите сказать. Если бы мужчина хотел бы это сделать, его первая жена не была бы старше него на 15 лет. Хадид же да будет доволен ею Аллах. И его вторая жена не была бы старше него. Она была чьей-то вдовой, и пророк женился на ней. Я могу продолжать и продолжать. Но суть в том, что простое базовое историческое исследование по этому вопросу даст людям понять, что в этом нет ничего плохого. Просто люди пытаются применять стандарты сегодняшнего дня на прошлое, смотря на сегодняшнюю девушку. Я провел свои исследования и пришел к такому же похожему выводу. Я просто хотел услышать мнение мусульманина по этому поводу. Да-да, абсолютно. Итак, вопрос номер три в ответ на вопрос номер два. Если вы знаете, что вы думаете об ученых из Оксфордского университета, которые говорят, что существует высокая вероятность того, что возраст Айши был выдумкой, чтобы поддержать ее чистоту девственности, чтобы заявить религиозную и политическую власть над последователями Али и Мухаммада, мир им и богословение Аллаха. Эта статья была написана Джавадом Аль-Хашими от 28 октября 2022 года. Все в порядке. Тебе не нужно читать его имя. Знаешь, такие вещи... Серьезно, я пытаюсь сдержать смех, потому что эта информация такая нелепая. Возраст Айши и ее брак не имеют никакого отношения к Али-бин-Абитолибу. Али-бин-Абитолиб был двоюродным братом пророка. Он не имеет никакого отношения к Айши, да будет доволен имя Аллах. И ничего общего с ее возрастом. А если какие-то проблемы и случились, то они случились позже, намного позже после смерти пророка. Годы и годы, десятки лет спустя, верно? Если что-нибудь случилось между ней и Али, да будет доволен имя Аллах. Так что я не знаю, о чем говорит этот парень. Номер один. И номер два, у нас есть сама Айша, которая сообщает нам, в каком возрасте она вышла замуж. И мы получили несколько записей от нее, а также несколько записей от других разных людей. Отдельные люди. Да, так что для меня я еще не успел. Я изучаю ислам всего, может быть, даже меньше недели. Так что я не знаю, что она сказала. Нет, я говорю тебе, что она сказала это. В самой достоверной книге хадисов она сказала свой возраст. Она назвала возраст, в котором был заключен брачный контракт, а затем назвала возраст, в котором произошел сам брак. Она очень точно указала свой возраст. Об этом сообщают многие люди. К примеру, Асфорд сообщает об этом от Айше. Потом Ас-Зухри также сообщает об этом от Айше. Многим людям это было хорошо известно. Люди, которые пытаются изменить возраст, почему они это делают? Потому что они без всякой причины попали на сторону оборонительной позиции. Они уже проиграли битву. Потому что они защищают то, что они должны защищать. Потому что человек, который нападает, это человек, которому нужно оправдываться. Но случилось то, что они думают, что им нужно что-то оправдать. У них нет гордости за честь и свои традиции. Они не понимают историю. И то, что на самом деле произошло в истории. И на основании этого они пытаются изменить учение ислама. Такие люди пишут эти статьи. Так что это будет ответом на твой вопрос. Так что она сама сказала свой возраст. Кто знает ее возраст лучше, чем она сама? Верно? Верно. Верно. Продолжение следует...